Ну и возьмем какой-нибудь метровые переходы, переходы, связанные с электронными переходами, да? Но к ним добавляются еще колебательные, я бы тебе рисовал, или можно просто показать вам картину. Ты тогда рисовал, добавляются колебательные системы. А колебательные еще добавляются в вращательные подмоги. Значит, теперь вот это ограничение для гармонического колебательного. Вот я вот эту вот штуку нарисую отдельно, большими. Возможно, переходы только, когда у нас, соответственно, колебательное квантовое число плюс-минус единица. То есть, если у нас система находится на этом уровне, она может перейти сюда. Если на этом, сюда, соответственно, наоборот, то же самое, да? Только на один уровень, понимаете, да? Ограничение. Это приводит к тому, что у нас одна полоса поглощения, вот в данном случае. Потому что, вот если посмотреть, то есть разница, разница между уровнями, она одна и та же. И, соответственно, у нас одна полоса поглощения. То есть, поняли или не поняли? Поняли, да? Вот здесь вот написано. Поэтому его спектр состоит всего из одной полосы с частотой, которая зависит от силовой постоянника приведенной массы R. Ну, здесь вот приведенная масса для простейшего случая представлена. А силовая постоянная является важнейшей характеристикой химической связи. Вот существо нужно построить к тому, для чего нужна ика-спектр-скапина. Является важнейшей характеристикой химической связи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, идем дальше, да? Я стараюсь как можно меньше формул, но тем не менее, их пропустить. Значит, давайте я это пропущу. Это связано с тем, что реальные колебания ангармоничны. Ну и я тут, ну там, соответственно, появляется объект торта. Не буду. Так. Нормальные колебания молекулы. Значит, вот если вы... Если вы помните ту картинку, с которой мы начинали, да? Центр масс молекулы, знаете, что такое? Если у нас колебания, все ядра молекулы колеблются с одинаковой частотой, центр масс молекулы остается неизменным. Это нормальные колебания. Вот мы сейчас идем уже к определению. К определению, что такое нормальные колебания. Чтобы было понятно. Значит, нормальные колебания принято подразделять на валентные, характеризующие движения атома по осям связи. Вот то, что было на предыдущей картинке, это как раз валентные колебания, потому что это по осям. И деформационные, соответственно, вот обозначения. Это у нас сигма, пи, р, там. При которых изменяются валентные углы. Я дальше вам покажу картинку, чтобы было понятно. В то время, как длина связи практически не меняется. Частота молекулы колебаний значительно выше, более чем на порядок частоты деформационных колебаний. Это объясняется тем, что силовые постоянные связи в несколько раз больше длина деформационных силовых постоянных. У известных в настоящее время молекул частота нормальных колебаний располагается по прокрасной области спектра от 4000 до 100 см в минус 1. Ну, вот это вы себе запишите, что такое нормальные колебания. Запишите, что есть валентные колебания и есть деформационные колебания. Сейчас я, чтобы было понятно, приведу мне эту картинку. Чтобы было понятно, приведу мне эту картинку. Вот эта картинка. Значит, давайте мы все-таки, чтобы вы что-то, так сказать, запомнили, посмотрим. Форма валентных колебаний. А. Значит, вот у нас есть некая, так сказать, молекула. Вот здесь вот атом, и вот еще два атома, вот здесь три атома. Здесь у нас, соответственно, два атома, три атома. Это все валентные колебания, то есть колебания, которые осуществляются по оси связи. Видите, да? Вот по оси связи. Соответственно, они подразделяются на симметричные, когда у нас вот два этих атома одинаковым образом приближаются в данном случае вот к третьему а тому. Вот тоже это симметричные. Вот обозначается, видите, вот, соответственно, ню, эс внизу. Симметричные колебания. И асимметричные колебания. Когда у нас один атом приближается, а другой удаляется. Вот здесь вот так обозначено стрелкой, чтобы было понятно, что такое стрелка. И, соответственно, вот здесь вот обозначение вот это самое, ню, а-эс, асимметричные колебания. Это называется валентные колебания. А есть еще и деформационные колебания. Вот следующие два ряда, они представляют собой, какие деформационные колебания воздушные. И соответствующее обозначение этих деформационных колебаний. То есть здесь вот ножничковые, да, и, ну, понятно, что у нас вот два, две молекулы, они как бы туда-сюда колеблются. Веерные, понятно, да, что такое верные колебания. Симметричные, когда они вокруг какого-то, ну, грубо говоря, центра, симметрия, наверное, происходит колебания. Маячковые колебания, вот туда-сюда. Крутильные, неплоскостные, вот плюс и минус, плюс это на нас, минус одна, в данном случае плюс на нас. Асимметричные. То есть вы видите, да, все, что угодно, где будет. Значит, стрелками обозначено направление смещения Е. Ядер, знаки плюс и минус обозначают колебания в направлении к веникулярной плоскости ресурсов. По плюсам читателю, минусам читателю. Понятно, да? Идем дальше. А чаще всего многие глибания. Или то и то нет. Ну, на каждой крыле то и не стоит. Сейчас вот смотрите. Ну, дальше. Вот. Здесь это надо все внимательно прочитать, не спеша, и переварить. При нормальных колебаниях все ядеры колебуются с одинаковой частотой и фазы. Однако, амплитуда их колебаний могут существенно различаться. Возможен случай, когда при данном нормальном колебании амплитуда колебаний ядер одной из связи значительно превосходит амплитуду колебаний всех остальных ядер молебул. Когда частоту данного нормального колебания условно приписывают, относят к колебанию именно этой связи. Понимаете? Вот здесь уже. То есть, когда у нас амплитуда. Концентрация характеристических частот широко используется для проведения структурно-крупового анализа вещества по их колебательным спектрам. Для подобного рода анализа неорганических и органических веществ существуют специальные инфекционные таблицы. Здесь вот по существу вся суть.